всем привет вы на канале коптер тайм это очередной и интересный выпуск граньюз и погнали и начнем мы сегодня с интересной новинки от компании инста 360 под названием сфера камера который снимает 360 градусов довольно круты особенно круто если такая камера стоит на дроне если все сделано правильно трона в кадре не видно абсолютно видно только изображение на 360 градусов и как раз такую камеру компания инста 360 сделала для r2 и r2 с данный продукт получил название сфера он крепится вокруг корпуса диджай r2 и r2 с с удобными отверстиями чтобы не блокировать датчики которые смотрят вниз у данной камеры есть несколько интересных вещей которые стоит отметить фиксирующий механизм находится сверху над батареей и не блокирует кнопку питания камеры выступают над и под корпусом дрона это делает посадку этого дрона не совсем удобно но есть исправление который мы рассмотрим позже кнопки питания и записи а также электроника находится в модуле видимом справа между верхней и нижней линзами аккумулятор и зарядный порт находится с левой стороны как компания инста 360 описывает свой продукт абсолютно новая инста 360 сфера это невидимая камера для вашего беспилотника с обзором на 360 градусов это идеальный инструмент для повышения уровня производства вашего контента с помощью диджай мавик r2 и r2 с с прикрепленной сферой дрон становится полностью невидимым на отснятом материале а легкая цельная конструкция камеры интуитивно понятное управление делают съемку с воздуха намного проще создатели могут воспользоваться преимуществами мощных инструментов редактирования таких как 340 градусный рефрейминг автоматическое отслеживание и многое другое как же эти камеры располагаются на дроне на данном устройстве у нас есть две камеры одна из них располагается сверху дрона вторая снизу когда эти две камеры объединяются вы получаете один файл который захватывает все пространство вокруг дрона разрешение внимание 5 и 7 к и так сейчас мы кратко пробежимся по всем характеристикам данной камеры апертура объектива 2.0 фокусное расстояние 7 и 2 миллиметра эквивалентно 35 миллиметров разрешение фото 6080 на 3040 соотношение сторон 2 к 1 что у нас по качеству видео 5760 на 2880 при 30 25 и 24 кадров в секунду разрешение 5 и 7 к достаточно серьезное заявление и так следующее разрешение 3840 на 1920 при 50 и 30 кадрах в секунду и 3008 на 1504 при 100 кадров в секунду то есть можно в принципе даже слоумоза с нее запилить и будет прикольно формат записи видео фирменный инста 360 с данным форматом вы можете работать фирменной программе от инста 360 а также вода пример есть специальный плагин который также поддерживает этот формат соответственно там вы тоже сможете делать пост обработку ваших видосов что касается режимов съемки видео у нас есть стандарт hdr time-lapse time shift bullet time и лу прикладе что касаемо цветовых профилей у нас есть стандарт vivid и блок камера весит ни много ни мало 192 грамма что достаточно существенно учитывая что вес r2 и r2s порядка 700 грамм то есть он почти под кило с этой камеры будет весить учитывайте что с этой камеры это дрон будет летать намного меньше что касаемо времени записи 48 минут при 5 и 7 к 30 кадров в секунду максимальный битрейт 100 мегабит также на камере встроен 6 осевой гироскоп кстати что еще забыл отметить то что в программе insta360 есть специальная стабилизация под названием flow state с помощью которую можете от стабилизировать ваше изображение скажу немного от себя те кому интересно расширить диапазон возможности своего r2 и r2s камеры будет однозначно интересно тем более стоимость такой камеры 450 долларов для кого-то может быть это дорого для кого-то дешево но тем не менее родная камера вашего дрона к сожалению не позволит снять такие крутые кадры формате 360 поэтому задумайтесь камера интересно и возможно в ближайшем времени также появится нашем магазине компания flyability представила свое очередное новое решение для замкнутых а также труднодоступных помещений для тех кто не в курсе компания под названием flyability это швейцарский производитель популярной линейки дронов под названием элиос для осмотра помещений в ограниченном пространстве и они готовы представить свой новый дрон под названием элиос 3 это первый в мире беспилотный летательный аппарат устойчивый столкновением оснащенным датчиком лидар для 3d картографирования внутри помещений элиос 3 работает на новом собственном механизме одновременно локализации и сопоставление под названием fly в благодаря сочетанию компьютерного зрения технологии лидар и графического движка nvidia fly в действует как внутренний gps навигатор для дрона с точностью до сантиметра создавая трехмерные карты в реальном времени и позволяя дрону точно ощущает свое окружение компания flyability заявляет что планирует в будущем сделать комплексные проверки в замкнутом пространстве полностью автономным при помощи fly ever но пока компания представляет новое программное обеспечение инспектор 4.0 который можно использовать для визуализации точек интереса найденных во время проверки на трехмерной карте высокого разрешения между тем эти 3d модели геодезического класса становятся возможными с помощью программного обеспечения geoslam нового партнера компании fly ability также стоит подчеркнуть что в дополнение к датчику лидар элис 3 может смещать дополнительно настраиваемую полезную нагрузку эта универсальность побудила адриана приода технического директора fly ability назвать нового беспилотник самым крупным проектом который когда-либо осуществляла компания также компания fly ability подчеркивает что они работали над дроном элис 3 в течение четырех лет за это время инженеры потратили тысячи часов на исследование разработки и выполнили более 200 миссий полевых условиях чтобы собрать отзывы узнать чего хотят клиенты и усовершенствовать технологию чтобы создать самый надежный беспилотник для помещений на рынке для промышленных инспекций и люс 3 является ключевым инструментом предоставляя решение для инспекции который может сделать инспекции более безопасными эффективными менее затратными чем когда-либо что-то прохладно стало новосибе сейчас плюс 30 ладно ребят я погнал вы знаете что ни один выпуск у нас не обходится без компании джай и в этот раз мы поговорим о сливах в интернете по поводу нового стабилизатора под названием rs3 да 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 у нашего оператора 1 2 и он уже хочет купить себе новый rs3 хотя мы еще даже не знаем что это на себя представляет и так что касается нового диджай rs3 а также rsc3 в интернете пока очень мало информации по поводу данной новинки но она очень ожидаема для тех кто занимается видео и фотосъемкой потому что новый стабилизатор должен быть намного легче предыдущей версии что собственно говоря видно на том фото которое утекло в интернет к сожалению там изображена только часть нового стабилизатора но даже по ней видно что в принципе никаких изменений особо он не претерпел но по фото мы не можем сказать какие у него будут функции какой не будет вес мы можем только предполагать скорее всего что будет нового в новом подвесе улучшенная автономность скорее всего будет батарея увеличенного размера также будет меньше вес и еще что хотелось бы увидеть новом подвесе так это технологию от ронин 4d а именно 4 ось которая позволяет стабилизировать стабилизировать видео видео во время ходьбы да да вот это вот движение вот возможно они внедрят его в новой rs3 либо в модельку rs rsc у нас типа облегченка или чё она просто дешевая версия возможно держа и внедрить данную технологию но к сожалению пока мы точно сказать об этом не может как только появится более подробная информация по данному стабилизатору мы ее вам обязательно расскажу итак друзья если вы помните в предыдущем выпуске мы рассказывали про одного интересного конкурента для компании диджай именно по части очков это были очки под названием фатшар и сегодня мы расскажем об еще одном не менее интересном конкуренте от компании 9 под названием hd-zero на страничке компании диме 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 недавно facebook на странице данной компании появились интересные рендеры с очками под брендом hd-zero очки от компании hd-zero также составит конкуренцию диджаевским очкам и сейчас я вам расскажу по каким именно параметрам судя по рендеру в данных очках помимо цифровой передачи видеосвязи будет также и аналоговые что очень упростит жизнь большинство моделистов в этих очках у нас будет четыре антенны для передачи цифровой видеосвязи и также две антенны для аналоговой видеосвязи и подключаться приемник будет сбоку также что интересно данные очки будут работать на платформе linux то есть это открытый исходный код и те люди которые имеют программировать смогут вносить изменения программу данных очков данные очки оснащены улад дисплеем и частотой обновления 90 герц и разрешением 1080p также есть плавная регулировка и пяти и фокусного расстояния в корпусе также предусмотрены монтажные направляющие для установки патч антенн что также понравится многим пользователям и также интересная фишка этих очков которая может составить серьезную конкуренцию компании диджай это задержка который указывает производитель и написано там что она всего 4 миллисекунды если по чесноку это даже быстрее чем аналог друзья если позволите я вам прямо зачитаю что тут есть еще данные очки добавлена поддержка функции и ларс бэкпэк она нужна для того чтобы автоматически устанавливать сигнал для видеопередатчик также в очках есть дополнительный модуль для потоковой передачи видео по вай фай 2 4 гигагерца для осуществления трансляции ваших полетов прямо в прямом эфире что тоже немаловажно в комплект будут включены сменные лицевые панели для поддержки различных форм лица и предотвращение попадания лишнего света что касается дизайна данных очков выглядит они конечно немножко среднее какие-то угловатые в отличие от фэдшарк или тех же самых диджай но выглядит они все равно достаточно интересно как никак все равно это очень интересный конкурент диджайским очкам как я уже говорил ранее посмотрим как только они выйдут на рынок попробуем узнать как можно привести к нам чтобы протестировать их и сказать вам свое мнение по этому поводу на сегодня у нас все если понравилось данное видео обязательно подписывайся на канал ставь лайк пиши комментарий те кто досмотрел этот видос до этого момента напоминаю что в двадцать первом выпуске у нас идет розыгрыш статус про успей подписаться на канал и написать комментарий под тем выпуском и ты обязательно выиграешь или не выиграешь короче попытай удачу я думаю что тебе понравится но я с вашего позволения полетел писать рамок бумаг удачусь omnia я вот сюда Продолжение следует...